Ну, добавлю от себя, что, на мой взгляд, Владимир Главин уже строит команду на будущее, да, с прицелом на другие соревнования, а не на этот чемпионат мира. И, на мой взгляд, всё-таки, вот, строит он игру, в первую очередь, если у него есть, ну, не яркие, наверное, но звёзды их можно назвать, те, кто играл у него в молодёжных сборных в атаке, то вот с защитой у сборной Венгрии есть проблемы. Я тоже мне уже удалось прокомментировать матч сборных Венгрии и Словакии на этом турнире. И, так вот, долгое время венгерки не могли определить своё преимущество за счёт того, что очень много пропускали. Ну, ты прекрасно понимаешь, что Словакия – это всё-таки топ в мировом женском гонголе. Ну, вот первый мяч Владимир Главин аплодирует своей атаке. И Хафра его забросила, хотя чуть-чуть не запуталась в ногах у себя там, добрала потом с пола и забила. Ну, это как раз-таки один из тех игроков, о которых ты сказал, Сергей, Науми Хафра и Катрин Клуйбер. Это те игроки, которые в молодёжном составе вместе с Владимиром Головиным работали в сборной. Ну, и да, такие штрихи к портрету сборной Венгрии мы дали. Но Корея раскачивалась по чемпионату долго. Но и вот к этим играм подошла, пожалуй, уже в своём оптимальном состоянии. Ну, и симпатичный, конечно, всегда смотреть. Не знаю, Сергей, обращаешь ты на это внимание или нет? На гимнах, когда на команду смотрят, конечно, кореянки единственные, кто позволяет себе с яркими помадами выйти. Это, кстати, красит женский чемпионат и вспоминается сразу, да, победный чемпионат для сборной Франции, когда они потом уже после гимна, после победы забежали в раздевалку и вышли как раз-таки с яркими, да, помадами. Ну, а здесь к алому цвету добавляется, да, ещё такое ощущение, что разбитый нос, да, по-моему, попали на очень сильно. Ну, похоже, что да, 23-й номер Кореянок пыталась обострить ситуацию и получила 2 минуты Река Бордаш. Он располагался по центру обороны сборной Венгрии. Вот как раз оборона, да, мы видим очень высокую Симонетту Планету, но, на мой взгляд, вот уже непосредственно, когда собиралась сборная Венгрии готовиться к этому чемпионату, объявила Жанна Томары, объявила о том, что она не поедет на этот чемпионат. И вот мы прекрасно её знаем как одного из таких жёстких, можно сказать, грубых защитников. Вот, но вот её, по-моему, на мой взгляд, как раз и не хватает именно этой сборной. Да, но при этом, опять-таки, да, перед матчем говорили мы о той же сборной Швеции, которая осталась без Изабель Бульдена, и насколько раскрылся действительно потенциал этой команды, распределились роли, но и здесь как бы тоже надо искать игру без лидера. Да, вот с одной стороны, да, есть лидер, хорошо, с другой стороны, иногда бывает, что лидер не помогает команде, а играет во вред. Ну, золотую середину не каждому даётся найти, да, и тянуть за собой, и в то же время не тянуть одеяло на себя. Да, согласна. Ну, я говорю, тем-то интересен чемпионат, потому что разные истории у команд, которые на нём присутствуют, пока кореянки забивают мяч. Мне кажется, по первым минутам можно сделать, наверное, да, вывод, что чуть активнее и быстрее венгерки, им как-то легче даётся переход из защиты в нападение. Вот, вот ты сейчас сказал эти слова, я поймал себя на мысли, что это всё характеризует, на самом деле, ну, предыдущую, наверное, сборную Кореи, не нынешнюю, а предыдущую, да, кореянки, как никто другой, реактивно. У каждой сборной, конечно, козырит в контратаке, да, нельзя такое сказать, что никто не любит контратаковать, и не умеет это делать, но кореянки по-особенному, да, всё это делали. Сейчас фолл в атаке, бросок от ворота до ворота, и попало, нет, высоковато счёт. Ну, по-прежнему в меньшинстве сборная Венгрии, поэтому при удалении остались ворота венгерках пустыми, и вот, ну, вот не попадает, на самом деле, Сараох. Счёт 2-1. Немного ещё осталось в меньшинстве играть венгеркам. Ну, мы о составах так ничего не сказали. Давай посмотрим за расстановкой венгерок. Катерин Клубер на позиции... А нет, Новомихафра на позиции правой полусредней. И это Салищий Зачик. И в розыгрыше Петра Вамош. Ну, Петра Вамош сейчас поменялись местами Зачик. Бросок Вамош. Уверенная игра Сараох. И по 5. Вторая попытка. Рискованная передача. Застух фиксирует. Мы не представили арбитров. Братья Ковальчики. Из Молдавии. Игорь Алексей работает на этом матче. Ну, Сережа, но опять-таки хочется обратить внимание. Да, у венгерок добавилась действительно и физическая мощь, и игра. Но вот их атаки и в той же игре со сборной Германии были достаточно поспешными. Понятно, что исполнителей, которые могут хорошо исполнить бросок, хватает. А вот этой организации чуть-чуть не хватает. Да, здесь индивидуально снова проходит Хафра. Предыдущий момент, с которого она забила мяч, был, собственно, в том же месте и в такой же манере исполнен. Но это индивидуальный эпизод. А вот командных действий, конечно, от сборной Венгрии пока такое ощущение, что здесь они тоже себя еще и ищут. Ну, и теперь удаление уже в сборной Кореи. 25 первый номер. Сара Йо. Покидает площадку. Ну, а семиметровый Симонета Планета исполняет. И спешит на свое место в обороне. Это любопытно. Не знаю. Вспомнишь ты, не вспомнишь, чтобы игрок, который в атаке, в принципе, участие не принимает, но исполнял 7-метровый. Причем не с самого начала. Против Словачки-то не... Она бросала 7-метровый. Но здесь... Венгерок. Да, вот я поддержу. Здесь специфика, знаешь, в чем есть. У Планеты очень высокий рост. И, конечно, когда она поднимает руку, там максимально высоко оказывается мяч. А вратари всегда говорят о том, что вот эта максимальная вверх точка за мячом тяжело тянуться. Особенно, когда она оттуда сверху бросает игрок вниз. Это практически сложно взять. Ну, и поэтому, наверное, собственно, и выбрали расстрельщиком с 7-ми метров именно ее. Криянке бросовывал после рикошета мяч влетает у ворота. Да, там Планета задевала этот мяч. Он предательски, да, скользнул от блока рикошетом. И, собственно, скутал для Бьянки Бира все карты. Та прыгала в другой угол. Зачек. Передача не проходит. Скидка на линейную. За отскок Хафра поборолась и выиграла его. Продолжается венгерская атака. Макер, Янки уже убежали вперед. 4-2. Грета Мартон. Левый край. Сборная Венгрии отречилась в этом эпизоде. Но это предыдущая атака, когда вот после рикошета как раз мяч оказался в венгерских воротах. Кстати, вот про вратарей. Я уж не знаю, мне, к сожалению, удалось посмотреть матч сборной Венгрии против Германии. Но вот против словачек вратарей абсолютно не вручали венгерок. Там была очень хорошая игра. Как раз таки Бьянка Биро. И в том матче она зацепилась. Но привыкли мы, да, что у венгерской сборной, как и у сборной России, всегда в любом поколении есть настолько яркие персонажи, которые, мне кажется, до сих пор даже вспоминаются. Ну и Бьянка Биро один из них. В том матче она как раз таки хорошо отстояла. Ну и включается в игру и вратарь сборной Кореи. Да. Если она еще там в линию зайдет Кореянкам, совсем, конечно, сложно будет. Ну и принимают решение они выдвинуть двух вторых игроков, защищаться активно, чтобы отогнать высокорослых игроков и остановить им скорость. Ну на самом деле там Сандра Салишизачек, самая высокая у венгерок в этом составе, атакующем варианте. Но вот она пока, по-моему, не бросала. Ну чем славятся Кореянки такими резкими бросками, почти с опоры, да, чуть проглядел, давай еще посмотрим, что здесь. Знаешь, что самое сложное, Сергей, вот когда Кореянки бросают, это просто... Увидеть момент. Да, вообще сложно, у них шаги другие. Они у них короче, быстрее и просто вот невозможно подстроить блок. А выходить сложно, потому что они просто, ну, ты знаешь, сам они ниже ростом, они шустрые, быстро, у них очень быстрые ноги, выходить, вроде, тоже сложновато. Ну и нестандартная техника позволяет им действительно добиваться успеха, ну, локально, может быть, сейчас, на данном этапе. Ну, только я напомнил, что Салишизачек не бросала. Ну, пожалуйста. Ну, с ее броском Сараок справляется. 5-3, восьмая минута первого тайма идет. Сборная Корея в атаке. Не получается сделать передачу. Напоминаю, что Река Бордаш уже получил двухминутный штраф. И сейчас еще... Нет. А, опять показывает Кореянка, что... Да, причем та же, да, по-моему, которая получила Жрецо и ее эмоции. Насколько Кореянки? Ну, два лидера у сборной Кореи, у нынешней сборной Кореи. Это как раз 23-й номер. Ли Минчон, разыгрывающий. И на месте правого полусреднего, правда, пока она сейчас незаметна, Рю Инхи. Которая, играет, кстати, в венгерском чемпионате, забьет. Да, но при этом я хотел сказать, насколько Кореянки, да, сдержанная. И насколько терпела она болью, абсолютно не показывая там лишних эмоций. Но здесь уже вспылила, потому что действительно второй раз в лицо попала Кореянке. Ли. Ну, нам повтор не показали, возможно, там касание было, рефери рядом находились, поэтому им, естественно, виднее, чем нам с тобой из студии Востанкина. Но это мы, видимо, посчитали. Мы можем, да, выводы сделать по эмоциям, которые она действительно продемонстрировала. Не думаю, что они не обоснованы, но здесь разозлилась в какой-то степени Ли и забивает мяч с левого полусреднего. В полпрыжка, что вот в предыдущем случае она бросила так же, что и в этом, да, чуть-чуть так подпрыгнула и неприятный бросок для Востанкина. Вот неприятный, потому что у них нет вот этой классической нашей фазы. Знаешь, либо три шага и вот этот высокий подъем и бросок, либо подшаг, к чему мы тоже уже начинаем привыкать. Много игроков, особенно физически одаренные и технические, которые исполняют броски сложные, но все они по-другому все равно, ну, если можешь так разделить по-европейски, выглядит то, что длина шагов другая. Ну, кореянки, конечно, все время путают карты, это всегда головоломка для защитниц, как играть. Сейчас головоломку Бьянка Бира пыталась решить, но не решила, забивает кореянки в быстром отрыве. Да, 6-5, минимальное преимущество сборной в Венгрии, здесь целищий зачик неудобный, для нее была передача, тем не менее, здорово она отрабатывает в защите, но, тем не менее, соперницу догнать не сумела. Кстати, знаешь, сейчас поймала себя на мысль, что на этот вратарей тоже касается. Они же тоже вот ловят вот эту фазу, да, мне кажется, что в водном поле, что в гонболе, они считают шаги, на какой фазе будет бросок выполнен. Водно было сложнее шаги посчитать, потому что там грибки можно посчитать. Но я имею в виду, что все равно, ну, как бы вратарь, он же ловит фазу, когда поднимается из воды. Ну, естественно, да. Кореянки это делают настолько нестандартно, что что вратарям, что защитникам сложно. Я думаю, мы к этому еще вернемся, обратим внимание наших зрителей на это. Но пока кореянки достаточно спокойно, да? А они еще, кстати, вот в чем шанс? Счет сравнять. И что те, что другие, вот сейчас только медленный такой розыгрыш, первый, по-моему, ускоряют скореянки. А до этого и венгерки старались быстро свои позиционные атаки проводить. Нет, успевает мяч в аут. Не ушел. Ли. Мне кажется, она еще чуть-чуть немного рисует вот эти фалы со стороны соперника. Чуть что, свисток, она на полу. И так, первое, что делает, это взгляд в сторону арбитров. А вот сейчас все медиа. Нет? Ну, планета, да, может быть, достаточно жестко ее встретила. Но у Ли не было возможности развернуться на ворот и проатаковать. Но и планета еще и в зону не заступала. Поэтому оставили только 9 метров. Венгерской команды, команде, ну, Ли, конечно... Ли Минчон, вот эта девушка, она в третий раз, по-моему, подряд заставит врасплох Биро. Зажигает. Смотри, как ей сложно было мимо планеты. Да, да, да. Ростом за метр девяносто. Но нашла лазейку здесь, конечно... Она нашла, и для самом деле, из-за того, что высокорослый защитник, мне кажется, и вратарю сложнее сейчас Биро было. Она не видела просто момент броска, и мяч уже вылетел прямо из-за спины планеты. И тяжеловато было, конечно, среагировать. Ну, а еще куриянке есть уж рассказывать про все их секретики, которые доставляли нам очень много проблем. Во время игры на площадке они еще прячут мяч за спину. И вот во время, как раз таки, о чем ты говоришь, Сергей? Во время броска не видно вратарю, где находится мяч. На 7 метрах, так учат дам игроков, нападающих, это делать. Но кореянки практически постоянно этим пользуются. Ну, если в составе сборной Кореи на данный момент солирует 23-ки номер, Ли Нин Чон, то у Венгерок это раз за разом Ноэми Хафра. По-моему, и та, и другая забросили по три мяча. Сейчас Хафра чудом как-то попала прямо в прикирку, в ближний угол. Смотри-ка. Ну, вот очень похожий эпизод, очень похожий эпизод, что в предыдущем случае, когда арбитры, в общем-то, дали только 9 метров, сейчас мы уже расщедрились на более суровое наказание, 7-метровый. Ну, здесь уже не поспоришь, на повторе все хорошо видно. Да, странно, вот такое впечатление, что Кореяна впереди одна Хафра, и одна только вот Ли Нин Чон играет, больше никто. Ну, сейчас, может быть, да, вот со скамеечки запасных принялась 19-й номер, и да, ох, не она отличилась в этом эпизоде. Ну, мы все высокорослых, а вот она в составе сборной Кореи самая маленькая по росту. Итак, на табло у нас 7-7. Идет 14-ая минута первого тайма. Кореянки вот эту защиту 3-3. Предлагают соперницам очень активно, мобильно. Две стараются они двигаться, и причем при этой защите до фланга доводит мяч. Венгерки не оттуда. Забивает Виктория Лукач. Эффектно перебрасывает балки пероежной Кореи. 66-й номер сборной Венгрии, который выходит вперед. Ну и, может быть, красоты, знаешь, моментов может добавить в этой конкретной игре, что действительно осталось играть только за распределение места на этом набравшем оборот чемпионате. Но вот эти броски, которые можно свободно сделать, без давления, конечно, красивых моментов можно в таких матчах больше увидеть, чем в тех, в которых все на ножах, где дрогаться на каждой ошибке, там впрыгивало на парашют. 11-й номер Ю. Две позиции на таки, словно под копирку, до фланга доводится стяжка на один фланг. И оттуда уже идет завершение. Мобильный Кореянки, кстати, играет в защите. Обрати внимание, да, сколько уже смахнули передач в центре, и здесь на переходу успели. Да, но еще, по-моему, и не было. Вот и так несколько в тени ушла Хафра. Сейчас они поменялись местами с Вамош. Хафра по центру, Вамош на позиции правой полусредней. Хафра, ну, ей понравилось забивать. Сейчас, на мой взгляд, был момент, когда можно Бордыш было скидку сделать. Хафра возвращается на свою позицию. А, ну, там замена еще произошла на месте левой полусредней. Играет теперь Грета Качер вместо Селочи Зачек. Хорошая передача. И с другого фланга уже завершение идет. Это Грета Марку отличилась у Венгерок. Не вновь впереди. На один мяч. 9-8. Половина первого тайма позади. Ну, может, Венгеркам даже стоит добавить в арсенал эти длинные передачи, потому что Кореянки пока показали свое умение подвижно двигаться, подстраховывать в защите, а вот за длинными передачами, конечно, успевать им будет сложнее, пока в этой атаке предыдущей Венгерки это использовали. Посмотрим, возьмут ли они на вооружение это в дальнейшем. Здесь, на мой взгляд, Юн, Ешин перемудрил. Я не знаю, не обратил внимание, по-прежнему ли Геру в воротах или поменял Владимир Головин в свои уголки. Первая, кстати, первая скидка прошла. Хотя, через день-то, на самом деле, на мой взгляд, бордаш остается одна. Не знаю, по какой причине, где не идут передачи. Ну, до этого вспомним, да, два момента, где Кореянки все-таки смахнули мяч с позиции линейного, делая как раз-таки ложный выход. Это достаточно сложный элемент, но они с ним справляются, делают шаг на игрока, который идет с мячом, и потом быстро-быстро отскакивает. И когда, ну, сам знаешь, когда пару мячей смахнули, у тебя уже будешь так с опаской. Ну, конечно, убавится, естественно. Не удивляет другое, что у Кореянок, вот они до линейного мяч довели, что как-то в тени, мы говорили об этом, Рюнг Хи, который играет, вот она была сейчас мячом, за венгерский Диор, но пока ни одного броска по воротам, соответственно, ни одного заброшенного мяча со стороны 11 номера Южной Кореи. Ну, если идет игра, тем и славится команда, если она чувствует, что у кого-то идет игра, и нужно подстраиваться под этого игрока, либо под тот... Ух ты! Это было очень мощно! Да, как неожиданно-то! И команда, естественно, на том месте площадки, в той зоне площадки, создает то напряжение на ворот соперника, который потом оборачивается голым. Ну, физики добавила сборной Венгрии, это однозначно можно... Вывод такой сделать по этому чемпионату, ну и вообще команда, конечно, ее развитие представляет... Представляется, конечно, таким поступательным, мне кажется, на Олимпийских играх в Париже будет она достаточно опасной, опасным соперником для всех. Ну, а если возвращаться к Рю, которая сейчас... С которой справлялись, но та нашла все-таки лазейку. Я хотела сказать, что если остальные девушки с ними играть не так привычно в венгерской команде, то Рю, как раз-таки играя в венгерском чемпионате, наверное, это и понятно, для защитниц уже карты открыты, как действовать против нее, но и, опять-таки, ее антропометрия, ее высокий рост все-таки заставляют ее играть в такой более европейский гангбол. И это понятно. Может быть, поэтому как раз-таки она сейчас остается в тени, венгерки просто понимают, как с ней играть. И потом прекрасно Владимир Головин осведомлен о ее способности. Наверняка акцентирован на предматчевой установке именно внимание на право полусреднего сборной. Ну, а это Чан Ик, который после Токио возглавил команду. Причем, как объедула Корейская Федерация, возглавил временно. И, учитывая, что определенный регресс в женской сборной, только у женской, но у мужской Южной Кореи, есть Федерация Гангбола этой страны, решил пригласить иностранца. Иностранца. Иностранца, да, вот кого-то любопытное. Да, интрига подвисла в воздухе. Ну, для меня всегда это была загадка, понимаешь, человек, не зная языка, не зная того, тем более, менталитета. Иногда, мне кажется, вот я смотрю, когда иностранный специалист, будто в нашей стране, либо какой-то другой, во время таймаута дает указание. И я по глазам вот вижу, что некоторые не понимают. Контакта нет. Контакта нет. Нет, есть такое. А еще есть вот этот элемент ментальности, знаешь, когда вот в какой-то ситуации, допустим, там, венгерка подействует, среагирует так, кореянка так, но ты понимаешь, что русская девушка среагирует вот так. А ты вот этих нюансов не знаешь. Да, я согласна абсолютно, Сергей. Это часто читается. А еще сложнее, когда тренер быстро говорит то, что он хочет сказать в таймауте, и половину времени занимает переводчик, чтобы все это перевести. Вот, 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 да. Это еще один нюанс. Это тебе нужно вообще. И так-то голова там, понятно, на адреналине все кипит, и эту информацию переработать, конечно, очень сложно. Нет, по-прежнему в воротах Венгрии Бланка Биро. Вот сейчас она выручила команду, парировал сложный бросок Айсусон с близкого расстояния. Не случайно показывает как раз крупным планом. Уртаря сборной Венгрии, потому что ее смело можно назвать автором, суавтором гола Ноэми Хафра. Ну, сколько Хафра у нас уже? Наверное, раз семь отличилось, по-моему. Пять-то точно. Вот как раз момент у ворот сборной Венгрии, когда выручил свою команду Бланка Биро. Ну, и потом уже нам повтори показали быструю контратаку венгерской сборной, которая оторвалась от соперниц на три меща. Опять же, не в последнюю очередь из-за удачных действий своего голкипера. Активно ведет оборону Владимир Головин. Вот нам, если бы обратить внимание, он все время на ногах, все время что-то подсказывает своей команде. Но уже давно Владимир в Венгрии, с 1922 года. Выраженец Одессы, но национальности русские. Но это грубовато. Две минуты. Там кто-то на руке повис из кореянок. Сейчас определим, кто это. 17-й номер. Асу Инахьон. Момент нарушения правил. Вам уж... Ну да, так и руку можно плечу сорвать. Интересно, никаких не будет запретов на помаду, потому что, мне кажется, это очень симпатично выглядит. Там, Сереж, я не знаю, слышал ты или нет, возмутилась сборная Норвегии тем, что в титре в игровом пишут вес игроков. Ну и, собственно, пойдя им навстречу, этот титр убрали из чемпионата мира. Вот, я опасаюсь за помаду. Ну, возможно, в этом отношении... Да нет, ну... Вряд ли дело дают до помады. Вряд ли кто-то будет протестовать. Хочется, чтобы женский спорт остался таковым. Да, поэтому... А вот то, что касается веса, наверное, я соглашусь с норвежками. У каждого сырая своя, антропометрия, и поэтому... Да, рост... Ну, ладно, рост, наверное, нужно указывать, естественно. Ты должен знать, с кем ты идешь с столкновением. Ты посмотришь ростер и поймешь, сюда я иду, а здесь лучше я обойду. Ну, с тем же успехом сначала, я думаю, на вес обращают внимание, потому что... На вес, а мы про вес и говорим. Да, про вес. Потому что рост, ну... Вес, вес. Они, да, возмутились тем, что вес указывает. Посмотрим продолжение этой истории. Но у нас продолжается нападение сборной Кореи. И вот, возвращаясь немножко на пару тактов назад, там был замедленный повтор, как кореянки обыгрывают, и там даже вот этот уход, мне кажется, даже на замедленном выглядит, примерно так, как в реальном времени обыгрывают европейцы. Ух ты! Но вот здесь, да, очень быстро выстрельнула, как на парашют, все та же ли. Она забивает уже пятый мяч, да, наверное? Ли Минчон, ну, трудно нам не показать индивидуальную статистику. Статистику два игроков. Будем писать. Там, на самом деле, вот, и хорошую передачу своевременную сделала Рю Ин Хи. 12-13. На всякий случай кореянки, которые играют в меньшинстве, друзья, обратите внимание, забросили подряд два мяча. И вот только сейчас проходит скидка на Петер Товизи. И она отличилась в этом эпизоде. Кстати, Чан Ик поменял своего голкипера, и мы видим в воротах сборной Кореи уже не Саров, а Чон Джихи. Ну, вот, как раз, и Чон Джихи уже на скамеечке запасных аплодирует той комбинации, которую мы уже подробно обсудили. Комбинация парашют. 14-12. Кориянки в атаке. Ай Сусон. Ух, как она. Ой-ой-ой, и еще отдастся мне. Ой, в игрока. Ну, в игрока фиксируем. Там больше замешкало в шагах. Вроде тоже активно на атаку не выходило. Выходил как-то полубоком. Но здесь можно понять, арбитров не стали. В этом моменте, не углядев остроты, собственно, и давать острое нарушение. Ну, а здесь подбор за рингентами. Здесь просто повезло. Повезло Мартан. Если это, а, нет, уже показывает Виктория Лукача. По-моему, это не она была. Не ее фланг. А нарушение. Вkinтория Лукача. В – в основном. В – в школу. В в школу. Если же д ! Ага. В – в школу. В – в школу. В – в школу. Ну, если Владимир Головин достаточно спокойно провел тайм-аут, то я думаю, что вы слышали, как наставник сборной Южной Кореи давал указания и выспрашивал своих подопечных, что же они делают на площадке. На самом деле все неплохо у кореянок получается. Учитывая, ну, три мяча, понятно, что вроде бы догнали, догнали, но тут же разница в счете вновь достигла трех мячей в пользу сборной Венгрии. Ну, опять же, это отголоски, на мой взгляд, все-таки удаление двухминутного в составе сборной Южной Кореи. Тем не менее, это хуй-юй-юй. Хорошее очень подключение. Мне кажется, знаешь, корень зла, в основном, для Венгерок был как раз-таки в том, что на другом немножко уровне обозрения кореянки действительно для них. Но, посмотрите, действительно здесь осталось, и там не видно было линейного. Ну да, здесь, конечно, удаление заслуженное, потому что вот здесь наотмыш опять все той же линии. Да, Лея Минчон, она очень активна, и на сей раз Петро Товизе получила двухминутный штраф. Бланка Бьера уступает место в воронах Блинки Сикурни. Ну, а на 7-метровой отметке у кореянок по-прежнему 19-й номер, и да ох, она встает со скамеечки запасных, только для того, чтобы пробить кинать. Перехитрила вратарям, да? Так размахнулась рукой, как будто будет делать длинный замах, но здесь же выпустила мяч и не успела на это среагировать Мелинда Сикара. А вот посмотри, как любопытно теперь играет Юринка. Практически такой, что-то напоминает полупрессинг для того, чтобы, на самом деле, если хорошо чувствовать себя физически, то, наверное, вот в эти дырки между игроками, в данном случае, которые в красно-черной форме, можно проскочить. Что и пытались венгерки сделать, в частности, Эстер Тотт, но, скажем, скишки-то и не хватило. На фланг нет, показала, показ, а вот перебросить, ну, перебросила не только вратаря, но и ворота Лименхчон. Показала очень хорошо, что отдаст направо, все поверили. Я думаю, мы с собой тоже. Да, да, ну, такое ощущение, знаешь, что в воздухе немножко потеряла она координацию. Я думаю, с этим связано и то, как она реализовала этот бросок. Ну, а кореянки, да, играют вот эти активные, максимально активную защиту. 5-1, да, опять спахнула, опять смахнули передачу. Да, в обратную сторону, когда она сделана, как знаешь, объектив и негатив. Но 5-1 приведет, и что один передний игрок впереди, а все опять располагаются на шестину. Здесь наоборот, да, и смахнули передачу. Там действительно зона для линейного была очень большая. Но курьянки и на скорости, и по пониманию, где будет линейный, успели мяч смахнуть. Харайо с выгодной позиции не сумела переиграть Бланку Биро. Пустые венгерские ворота. Хаотичное какое-то движение у венгерок. Ну что, кому? Хафра. Вот Хафра, конечно, в полном порядке. Все броски ее, да, обратил ты внимание, Сережа, они сделаны все в верхний угол. Это достаточно так, надо понимать, насколько физически ты готов такие сложные броски исполнять. И Хафра чувствует себя хорошо в этом плане. Посмотри, все броски прицельные. Вот перекладина. Она 1-1 переигрывает, но здесь вот не успевает добежать со скамеечки запасных и занять место в воротах Бланка Биро. Криенки в хорошем настроении, на скамеечке запасных, поздравляют друг друга. Ну что, Хафра опять или кто? Ну пока только у нее идет. Нам показывают, что пустые ворота у сборной венгрии хотят, по-моему, штраф у Товизи закончился. Тот направо, Мартан. Обратная передача. Качер на фланг. Нет, не получается. Посмотри, как они перестроились. Как по команде, что ли, да? С полупрессинга на 6-0 сразу встали. А это очень сбивает темп, потому что, когда ты только привык, ну, даже зрительно вот эту активную защиту, пару атак провел, и сразу как раз-таки тут и математика такая на пару атак рассчитанная. Но здесь, кстати, обычно, когда игрок, да, соперника становится препятствием, тогда отбирается мяч здесь. И опять смахнули. Вроде бы... Смахивают, да, очень здорово. Слушай, на это, конечно, особое внимание стоит обратить. Может быть, где-то добавить паузу. Я думаю, там Владимир Головин обязательно на это обратит внимание перерыву. К перерыву в перерыве до него остается совсем немного времени. Чуть меньше трех минут и две минуты. Неправильная замена. Мяч у венгерок. Кориенки в меньшинстве, да, скорее всего, неправильная замена. Ну, как бы то ни было, возможно, нам покажут повторы этого эпизода, возможно, нет. Венгерки вносит в атаке. Да, концовка для них может сложиться хорошо. При условии, если, конечно же, не будет допущено технического брака. На фланг. И... Лукач. Точно. 17-14. Хорошая стяжка направо. Три мяча преимущества в сборной Венгрии. Две с половиной минуты еще играть. Напоминаем, что Кориенки в меньшинстве. Заднюю линию у них по-прежнему без изменений. И девятый, одиннадцатый, двадцать третий номера. Соответственно, Хай Сусон, Ли Минчон и Рю Уин Хи. Который сейчас с мячом. Передача. Скидка в линию. Соран Ким. Ей адресовалась эта передача. Ну, здесь чуть-чуть так хорошо. На самом деле, Семенета Планета в этом эпизоде сыграла. За счет движения корпусом так оттеснила и помешала. Да, но хоть Кориенки максимально ратируют там свои перестроения в защите. Это пока не позволяет им в счете подобраться. Все те же три мяча. Разницы. Тут одной рукой как здорово вылавливала мяч Лукач. Да, с хорошим переводом Хафра бьет. И уже четыре мяча преимущества сборной Венгрии. Да, хорошо себя чувствует. Это видно по ее броскам. Ну и по настроению, собственно, который Хафра транслирует на площадке. Остается сыграть. Одна минута. Это уже, да, последняя минута первого тайма. Сейчас вот не надо спешить для Кориенок. По той простой причине, что они в меньшинстве. Вроде бы в полном составе. Да, уже, да. Никак не получается. Ну, да и не хотел, наверное, Ли Минчон сейчас обострять ситуацию. Да, вот видно акцент. Там как раз Эстер Тотт внимание акцентирует на Рю Ньхи. Вот она крупным планом на ваших экранах. Ну, как она это делает? Ну, все-таки у нее-то маневренности, наверное, получше, чем у Тиманета Планета. Там и венгерки между собой не договорились, на самом деле, на мой взгляд. Надо поближе к друг другу было сыграть. Тогда, может быть, и не было той лазейки, когда просочилась Ли Минчон. А сейчас, а сейчас буквально сиренный бросок, но цели он не достигает. Ну, что ж, 18-15 в пользу сборной Венгрии против Южной Кореи. С таким счетом заканчивается первый тайм. Правда, он еще не закончен. В Кринянах есть возможность нанести бросок. Судей зафиксировали 9-метровый свободный. Давайте подождем. Редко, но забивается из таких позиций. Возможно, это тот редкий случай и сейчас будет, а возможно и нет. Нет, мяч летит мимо ворот. И команда отправляется в раздевалочку. Ну, а мы, друзья, тоже с вами давайте чуть передохнем. Потом вернемся в нужную площадку в Граду Ольгерс и посмотрим за развитием событий во втором тайме этого матча. Итак, последнее указание дает Владимир Головин. Доноставник сборной Венгрии своим подопечным. Наверняка то же самое делает и Чан Ин Ик. Главный тренер на данный момент сборной Кореи. Но мы уже говорили, что вполне вероятно, если как раз на планшетике он двигает фишки. Так вот, если этот специалист в скором времени покинет свой пост, то, скорее всего, Владимир Головин, которому доверяет, надо думать, Венгерская Федерация, после двух побед молодежных сборных Венгрии, если не ошибаюсь, в 17-18 годах на чемпионатах мира. И мы уже обращали на это ваше внимание, друзья, что многие из тех сборных сейчас в составе национальной команды играют на этом чемпионате мира. В частности, и Катрин Клуйбер, она еще не выходила на площадку, и Петра Вамош, который играет, и Нойми Хафна, и Грета Качор. Так вот, Венгерке, и в частности, Владимир Головин, конечно, строит свою команду с прицелом на будущее. Ну, а нас началась второй тайм, эта встреча началась, и Бланка Биро вручает свою команду, справляясь с броском 27-го номера сборной Южной Кореи. В первом тайме она не играла, и, в общем-то, перестановки пошли. Ну, правда, я вижу только одну. Что касается флангов, то здесь практически позиционных атак мы их не видели у кореянок. Ну, в частности, вот седьмой номер Юн Шин стал автором пары заброшенных мячей. Но все это было при контратаке, а вот когда у нее была возможность поразить ворот в позиционной атаке, когда на нее именно связка была акцентирована, она как раз не сумела перебросить Бланку Биро, но не сумела, в первую очередь, мяч хорошо обработать, не лег он в ладонь, поэтому и вот такой переброс как раз и получился плохим. А что касается вот Дарью Ашин, то до периодовой здесь играла Джин Джон и Кореянок. Точный бросок. Ну что, 19-15. По-прежнему, ваш комментатор Сергей Нумов, Надежда Муравьева. Мы с интересом наблюдаем этот матч, потому что он, в общем-то, достаточно увлекательно проходит. И вот то, о чем хотел сказать как раз вначале, то, что у венгерок была брешь в Авароме не по центру, да, сколько оттуда мячей кореянки забросили. Причем не после скидок на линейного, а именно после индивидуальных прорезок в эту зону. И вот сейчас наверняка Владимир Головин сделал на этом акцент, и мы видели, что уже скидка на линейного не прошла у кореянок. Да, но мы еще отмечали в первом тайме, вернемся к этому моменту, очень много перехватов как раз-таки кореянки, в свою очередь, в защите сделали против сборной Венгрии. Тем не хватало, ну, во-первых, понимания, да, как действовать против сборной Кореи. И посмотрим на то, были ли акценты оставлены и на этот момент тоже. И смогут ли венгерки переиграть кореянок. Пока, конечно, бросалось в глаза, как они здорово чувствуют игру, здорово чувствуют выбор позиций. И смахивали там мячи от венгерок очень здорово. Да, еще одна особенность в игре сборной Южной Кореи, которая варьирует постоянно схему игры в защиту. В защиту, да. Да. То 6-0 мы видели изначально, потом, соответственно, сразу выдвигается вперед. Потом мы видели нечто напоминающее полупризинг, опять впереди, один сзади, да. Ну, а сейчас мы видим, что Петра Вамуш разобрался в этой ситуации. Это предыдущая контратака сборной Южной Кореи, которая принесла им успех. Хотя не без проблем, но тем не менее забросила мяч. Дарь Гошин. Ну, а если возвращаться к матчу, который провела сборная Кореи с Германией, там как раз таки отмечали, мы тоже перед игрой говорили об этом, анализировали игру сборной Кореи, им не хватило физических сил на то, чтобы все 60 минут играть в том темпе, который задали они, пожалуй, даже сами для сборной Германии. Но если возвращаться к той защите активной, да, о которой мы сейчас говорим, то, наверное, и в втором тайме тоже часто ее использовать кореянки не смогут. Но она энергозатратная. Она энергозатратная, поэтому сейчас вот даже по первой минуте второго тайма мы видим, что такое впечатление, что сборная Южной Кореи за исключением одной контратаки осталась в раздевалке еще. Вингерти сегодня отходит от схемы 6-0 у своих ворот, причем предоставляя возможность атаковать издалека соперницам, но при этом уже не таким проблематичным в виде центра, где играют Симонета Планета и Река Бардуш. Ну да, я только твои слова подчеркну, Сергей, сейчас концентрацию, такое ощущение, да, на фоне усталости уже потеряли кореянки. Там сейчас Ри очень хорошо стяжку сделала Дали в центре, но та просто не успела воспользоваться возможностью, не просчитала моменты. И вот этот вот такой крик отчаяния, да, сама раздосадована тем, что так быстро среагировать уже не смогла, прозвучал над площадкой. Ну, еще и такая неподготовленная атака от сборной Кореи. Ну, вот посмотри, из позиционных атак ни одного мяча не заброшено кореянками. Один-единственный, 29-й номер отличилась при контратаке. И то там была такая потеря, технический брак у венгерок, и передача на хав-раз дорисовалась, но у венгерок, что не атака, то мяч вороки. Да, все остальные мячи сборной Кореи числятся забитыми с 7 метров. Как раз-таки в позиционной атаке им удается индивидуально обыграть венгерок. Не так часто это происходит, но и потому броски остальные уже с 7 метров значатся в протоколе. Но у венгерок против этого есть еще броски с дальней дистанции. Мы отмечали статистику, пока не так много они их использовали, но они у них есть. Ну, не случайно наставник сборной Кореи берет тайм-аут. И не случайно адресует, в первую очередь, свои замечания к левому полусреднему. Сейчас на этой позиции играет Джин Юн Ким, а вот до нее очень неплохо смотрелось номинально разыгрывающий 9-й номер Хай Сусон. Но вот произвел замену Чан Ик, и она пользы не принесла. Возможно, сейчас вновь на площадке мы увидим как раз двух разыгрывающих Кореяна Клини Чон, которая очень много неприятностей венгерской обороне доставила до перерыва. Но пока она в тени, пока она не так активна, как была активна до перерыва. Но также не очень активна, и вот как раз нам показали крупным планом Ноэ Мехафру. Именно эти два игрока в своих командах были первыми номерами в атаке. Действительно, Рю успевают останавливать, венгерки привыкли действительно к манере ее игры. Та забила за первый тайм всего два мяча, хотя понимаем мы, что это один из основных лидеров команды. И, в принципе, так по рисунку игры, конечно, Ким там приходится активничать в большей степени. Но и, собственно, неудивительно, что подустала Нактайма второму. Рю включается с бросковой попытки, но и там Бьянка Биро забирает этот мяч. Да, и уже не первый бросок от 11 номера Южной Кореи летит прямо во вратаря мяч ее сборной. Ни вверх, ни вниз, ни по средней линии, а прямо именно чуть ли не по центру во вратаря. То есть, такая булочка сладкая для Бланки Биро. Так, Ренки, да, поменяли защиту свою, более активна она, потому что они уже очень много мячей получили после перерыва. Со средней дистанции, не скажу, что с дальней, но со средней. Вам уж Хафра, Хафра по-прежнему в порядке, но сейчас не забила с игры, но пенальти для своей команды заработала. Еще две минуты, нет? Да, две минуты. Кому-то из гонболисток Южной Кореи, седьмому номеру. Вот за это нарушение правил. Да, и... Снова Симонета Планета. Кстати, второй пенальти, только венгерки пробили, три реализовала у кореянок Янда Ох, который по-прежнему на скамеечке запасных и поднимается с нее только для того, чтобы реализовать семиметровый. Бросок, и вот сейчас он достигается. Ли Минчон, 23 номер. Вот в такой манере она действовала до перерыва. Показала, что, в общем-то, наверное, это вновь будет брать игру на себя. Но других вариантов, на мой взгляд, у кореянок в атаке нет пока. Лишь активность 23 номера. И тут венгерки здорово играет. Стяжка на левый фланг и оттуда Мартан забивает. Ну, Сергей, обрати внимание, у Ли еще место, где она защищается, далеко от скамейки. То есть, понимаем мы, что никакую замену она в защите сделать не сможет быстро. Сейчас, да, ты знаешь, она менялась до перерыва, она убегала. Да, потому что была ближняя замена. А сейчас и подустала, и еще у нее дальняя замена остается. Я так думаю, что если подсядет и она как лидер, то здесь счет, конечно, может начать катастрофически расти в сторону сборной Норвегии, ой, сборной Венгрии. Они и так уже ведут 7 мячей. Но и здесь, если Ли, конечно, подустанет, будет совсем грустно в атаке. Пока кореянки не нашли ключи к обороне сборной Венгрии в лице Рю. Но вот здесь хотя бы, да, сбрасывает. Но вот эти мягкие перебросы кореянкам удаются хуже, чем венгеркам. Было в первом тайме по несколько попыток и у тех, и других. Но и кореянки пока по статистике с ними справляются хуже. Ну, сейчас непонятно, почему такой способ завершения избрала Сон Ру Ким. Зачем перебрасывала бир? Да, практически, ну, может быть, на пару метров вышла из ворот. Ну, здесь атака с фланга не приносит успеха. Там атаковала Виктория Лукач. Да, сложная позиция была уж, если пробить, может быть, мимо вратаря не на силу, но на точность. В полном составе сборной Южной Кореи. Она в атаке Ли Мин Чон. Передачи на линейного нет. Там внимательно, не то что в первом тайме. Очень внимательно сейчас играет и Планета, и Бордаш. Ну, и вот первый бросок с дальней дистанции. Обращу внимание, что Хансел Ли вышла в линию. Заменила она там игрока. Шорин Ким, да. Шорин Ким играла. Поджатие сделала под игрока задней линии. И это один из редких эпизодов, когда сборная Кореи забивает с дальней дистанции. Ну, опять мы видим сейчас 4-2. Бросок это. Хафра в полном порядке, конечно. Мне кажется, знаешь, даже можно закрыть половину экрана. Вот не смотреть, кто исполняет бросок. Но вот прицельность Хафры, конечно, вызывает даже зависть. Действительно, все броски очень прицелено выполнены. Понятно, что это плод тренировочного процесса. Но все они, за исключением одного в этой игре, были исполнены в этой манере. Но я про то и говорю, что можно не видеть, что это Хафра. Но по силе и по точности понимать, что это снова она забила мяч. 25-18. Десятая минута второго тайма идет. Задняя линия. Вот как раз те, кто прошел через молодежку головина венгерской сборной. Это Качер на пистине левого полусреднего. Это Вамаш. И это Хафра, который сейчас скиндивает мяч Бордаш. Там увеличивает преимущество венгерской сборной. Ну, я думаю, что результат поединка предопределен. Вряд ли здесь что-то может предположить еще сборная Южной Кореи. Мне кажется, никаких козырей в рукавах у Чан Ика нету. Все он их использовал в первом тайме. Ну, к тому же и брак пошел технический. Я думаю, что немного времени еще осталось на площадке провести Джин Ю Ким. Который сейчас в простейшем ситуации сделал резкую, неудобную передачу над Лим Минчон. В итоге мяч улетел в аут. И в итоге в атаке уже не корейская, а венгерская сборная. И вроде бы там замена на левом фланге пошла у венгерок. Вместо Виктория Луковича играет Аннет Ковач. Что, скорее всего, Ахафра тоже ошибается в передаче. Ну, возможно, она ждала свистка. Перевод. Нет, уже в углу площадки. Можно играть. И никто, да, не мешал в момент броска рюкки на чехе. Вот она в ваших экранах. Ну, и с такой позиции, конечно, нужно забивать. Да, подустала Хафра. И тут же Владимир Головин зовет ее на скамеечку запасных. Иди отдохни. Да, ну и вообще Владимир Головин стал использовать более активно ротацию своего состава. Там на правом полусреднем остается Симоната Планета. Хотя до этого она там играть не успевала. Ну и прогнозировалось, да, нами, ну и, собственно, я думаю, другими специалистами, что сборная Кореи подсядет. И сейчас мы это все видим. На такие броски точно у них сил не осталось. Ну, а венгерки как из... Ну, и мяча везет в таких ситуациях. Мяч вроде бы полетели все игроки в красно-черной форме в контратаку. А мяч-то остался у Качер, которая не пожадничала, сделала передачу в центр. И оттуда рекабордаж увеличила преимущество венгерской сборной. Вскоре, наверное, десяточка будет уже. Опять вот ошибается, ошибается. Ну, тем не менее, посмотри, не меняет Джин Ю Ким. По-прежнему она на позиции правой полусредней. Активность сейчас проявляет. Ну, чуть было во второй раз, мяч подряд не потеряла. Ну, мы вернемся, наверное, еще раз. Скажем о том, что сборная Венгрии действительно физически очень хорошо готова. По тем броскам, которые были до этого сделаны, такое ощущение, что только начали они, собственно, играть. Ну, а по сборной Кореи, не знаю, Сергей, согласишься со мной или нет, мы практически не увидели никаких комбинаций. До этого был момент, когда было поджатие. Но это вот эпизод, который мы даже много обсуждали, потому что он был практически единственным. В остальном это индивидуальные обыгрыши. Ну, там были, да, скидки в линию. Но полноценной комбинацией это назвать, конечно, сложно. А каких-то перемещений командных у сборной Кореи практически мы не увидели. Да, безусловно, ну, если первый тайм это заслугов, в общем-то, наверное, одного игрока, да, Ли Минчон, ну, в одиночку она же не может противостоять всей команде, в данном случае венгерской сборной. Да, Нэт Ковач отличилась. Эту замену мы уже озвучили. Ну, вот, посмотри, наверняка в первом тайме бы, вот, если бы она так же свежа была, как до перерыва, сейчас бы пошла бы в прорезку Ли Минчон. А так тормознулась сама и особо-то... Она и на себе удаление заставила нарушать правила соперниц. И Бордаш сколопотала две минуты на ней, и там, и Симонета Планет, она хоть не удалялась, но, тем не менее, там на грани двухминутного штрафа все было. Ну, я возьмусь на себя, наверное, смело, если сказать такую вещь, что, во-первых, приземление здесь было. Сказать такую вещь, что, мне кажется, кореянкам, ну, отдельно взятым игрокам, ну, а это большая часть команды, мне кажется, в принципе, неинтересно играть, потому что на них не зациклен никакой процесс вот игровой. Конечно, мы очень много называем фамилию Ли и Рю, но остальных, собственно, не замечаем практически, потому что они в игровых позициях ни в каких не участвуют, и я просто вот со спортивной точки зрения, мне кажется, им просто и энергии в этой команде нет, потому что им просто не отведена никакая роль, ну, и, собственно, и настроение такое же, это настроение иллюстрирует как раз-таки, ну, и счет на площадке, на табло тоже 29-20. Сборная Кореи проигрывает уже практически 10 мячей, могли чуть сократить эту разницу, но и не везет, да, здесь с угла. До этого была сложная достаточно позиция, ну, а здесь Бьянка Бира разбирается. Ну, да, закрыл, что называется, намертво ближний угол. Ну, там чехарда в воротах происходит у Южной Кореи, то играла Чон Джи Хи, то начинала в старте Сара Ох, она сейчас снова в воротах, то по разу уже поменялись. Ну, вот бросает планета, мяч попадает в руку полевого игрока и берет таймаут Владимир Головин. Я не знаю, в таком сочетании, в котором сейчас играет задняя линия у Венгерок, много ли времени они проводили на площадке, возможно, по этому поводу и взял Владимир Головин таймаут. Один Ламос, тут вы, у вас. У Валмос-монта есть ламба, здесь вы вернули. На Греция, ламба-недикул, 2-ю, это вы каждой из ламбуши, ламба-недикул, он идет здесь ламбуши, так вот он выбран в ламбуши и будет вернуться к ним. В этой ламбуши, нужно же 5-й бутылку. Еслиこれ это может быть в ней, тогда скоро будет возможности. А теперь, они будут влажные. Бысые, парни! Ну что ж, посмотрим, что сейчас. Хороший на самом деле на то, что проигрывает клуб, на хорошее настроение у кореянок на скамеечке запасных. Да, между собой действительно очень хорошо кореянки общаются. Это видно. Атмосфера в плане отношений между собой, наверное, хорошим, а можно только предполагать. Но по площадке, да, по игре я еще раз вернусь к тому, что вряд ли радует их то, что происходит сейчас на площадке. Там, кстати, очень такой был яркий момент. В тайм-ауте поймали там как раз-таки крупным планом Симонета Планета. Как там с нее лилась вода. Много сил венгерки потратили. Но при этом обратим внимание еще раз, что физически очень хорошо готовы. Есть еще над чем работать. Сергей несколько раз, да, очень правильно подметил, что эта команда на перспективу. Именно поэтому тренера молодежной сборной поставили с ней работать. Ну и пока только начинаем мы видеть ее облик, как она будет выглядеть. Но я, со своей стороны, еще раз скажу, что к Олимпийским играм в Париже это будет уже более сыгранный, более интересный коллектив. Ну, опять же, сюда добавится наверняка Томари, который не принимает участие в этом турнире. Ну вот, и поэтому, если добавится Томари, значит, добавится надежность в защите. Возможно, кто-то еще из игроков. Ну, Ценге Фодор не лучшим образом сыграла в этой контратаке. Две другие гамболистские сборные в Венгрии находились совершенно свободными справа от нее. Зачем нужно было врезаться игрока, а не сделать передачу направо, непонятно абсолютно. Сколько сил, да, у этой малышки? Она там... Ну, сейчас она эпизодами вспыхивает. А, да, перерывы чуть ли не в каждой атаке. Она солировала у кореяна. Сейчас здорово корпусом разбросала планету. Ну, да, просто это очень сложно, когда против тебя стоит Симонета Планета. Ну, и рядом с ней, собственно, Петро Товизи. Тоже достаточно габаритный игрок, но она находит там возможность между ними проскакивать. Ух ты, как Бьянку Бира переигрывает. Кстати, руку поменяли Кореянке на пенальте. Юда Ох бросала до этого. А сейчас Юаншин оказалась на 7-метровой отметке. Ну, и вот до того, как Кореянка реализовала пенальти, показали нам повтор, когда Фодор не лучшим образом в контратаке сыграл. Там и Планета набегала, и кто-то еще из венгерок. 29-21. Ну, никак через десяток венгерки не увеличат свое преимущество. Тем более, Фодор не забивает на этой позиции, конечно, получше смотрелось у венгера Грета Марта. Но, если не ошибаюсь, Фодор в последний момент из-за травмы поменял другого игрока в составе сборной Венгрии на этом фланге. Тяжело. Да, ты видишься, Сергей, он остается на ней. Да, тяжеловато. Это больше остальных, видно прямо вот таким потоком летят, льется вода. Наверное, дал ей время в атаке. Владимир Головин решил посмотреть, попробовать. Кореянки, технический брат, нужно возвращаться назад. Ну, Абланко Бира никуда не торопится. Ну, другая связка сейчас по центру. Ну, знать, я думаю, что центр обороны очень сложный. Наиграть до автоматизма, чтобы помогали друг другу, чтобы чувствовали друг друга. Мне кажется, ну, я не обратил меня от имена. Там венгерки не разговаривают с защитой между собой. Ну, опять же, ну, это такое визуальное мнение, как-то они... Играют молча, не подсказывают друг другу, что и как. Хорошо, пусть продолжают так действовать. Это, собственно, наш потенциальный, да, соперник. Поэтому пусть в этом компоненте они пока немножко... Нет, ну, вернется... Проигрывая. Если вернется сборная, конечно, Томари, вот эта связка по центру планеты Томари. Помним, да, Томари очень большое количество травм получила за эти последние два сезона. Сложновато ей, конечно, было. Не знаю, насколько возможен ее возвращение. Там еще травм получила плеча Аника Ковачич. Тоже после олимпийских игр восстанавливала плечо. Но говорила о том, что она на связи с командой. Но это один из аспектов, почему возрастные игроки, конечно, рискованно оставлять их в команде. Потому что, да, пользу они могут принести. И мы всегда знаем, что на опыте можно меньше тратить сил, но при этом выполнять объем работы. Но вот эти травмы, конечно, это такой большой риск, с которым не все тренеры готовы столкнуться. А уж это действительно в том турнире, где усеченная заявка и замен сделать нельзя. Вопросы. Посмотрим, как решит его сборная Венгрии. Пока она действительно не смогла решить вопрос по поводу разницы в 10 мячей. И вот теперь она это делает. Да, с фланга атака. Анат Ковач забрасывает 31 мяч венгерской сборной. Но что касается, даже сейчас Владимир Головин пробует по центру. Без замен. Только вот небольшая пауза, там двухминутная была. У Симонетта Планета она вновь на площадке. То Бордаш рядом с ней играет, то вот сейчас Петер Товизи. А ты меня направил, моя мысль, на вот эту работу в центре. Говорят, левенгерки, я теперь только туда смотрю. Мне теперь интересно, да, если не говорят, то каким образом, собственно, можно взаимодействовать. Вот действительно интересно стало. Все, ты меня теряешь. Из зефира я теперь буду отмечать. Нет, ничего, ничего, посмотри внимательно. Возможно, я на самом деле ошибаюсь. Я еще в первом тайме обращал на это внимание как-то вот в молчанку. Они практически не уходят со своей шестиметровой линией. Да, вот мы видим, что они очень близко к своим воротам защищаются. И абсолютно не акцентируют внимание, за исключением, конечно, правого полусреднего корейской сборной, на игрока, на заднюю линию соперника. Вот, предоставляя, опять же, возможность бросать со средней дистанции. Таких эпизодов было много, когда кореянки за счет вот этих резких, таких хороших движений играли на опережение, смахивали ничьи. Ну, это контратака. И, опять же, мы прекрасно видели, что она не завершилась. Вам уж очень здорово. Показ такой влево. Да, ну, а сама проскакивает между игроками быстрого центра. Здесь не получается кореянок. Более того, что не наблюдалось в первом тайме Ли Минчон, теряет мяч. А это все следствие, на самом деле, усталости 23-го номера сборной Южной Кореи. Ну, и лишает меня возможности посмотреть за обороной Венгрии. Они снова переходят к нападению, и пока разница мячей уже достигает 12-11. В розыгрыш у Ленберга вышла Эстер Тотт. Она и в первом тайме играла, но мало игрового времени получила, потому что, ну, по сравнению с Вамуш, с Катчер, в общем-то, наверное, смотрится менее предпочтительно, чем вот другие разыгрывающие сборные Венгрии. И тут же вышла на площадку, тут же ошиблась. И в передаче прям в руки соперницы мяч вложила. Контратака не 32-22. Катчер. Хафра. Ну, Хафра разогналась. И вот редкий эпизод, когда из выгодной позиции она не забила. А потому что не надо менять угол пристреленный. Почему она стала в центр ворот бросать? Да, броски ее по верхним углам, ну, просто великолепно, правда, доставляет эстетическое удовольствие за ними наблюдать. Кореянки пока борются только за эту разницу в 10 мячей, чтобы далеко она действительно не уходила вперед. Ну, и, собственно, вся интрига, которая остается в этом матче, остается сыграть совсем немного времени. Чуть меньше 7 минут. Ну, и Кореянки такое ощущение, не знаю, Сереж, поддержишь ты меня или нет, вот этими легкими перехватами, которые они сделали два подряд, пока так освежили свою игру. Может быть, это тоже эпизодически, но, во всяком случае, другие игроки вышли на лидирующие позиции. Я могу задать тебе вопрос. Вот при такой разнице в счете тяжело держать концентрацию? Ну, конечно, тяжело, согласитесь. Неволе-неволе ты расслабляешься и что-то делаешь не то, если бы там игра шла в мяч в мяч, да? Как ты позволяешь себе... То есть, венгерки позволяют отличиться Кореянку, правильно? Ну, в принципе, можно так сказать, да, команда играет так, как позволяет ей соперник. Вот мы видим, опять же, мы видим, что Владимир Головин пробует разное сочетание и в атаке, и в защите. Он убрал Вамош, выпустил Эстер Тотт. Я уже сказал, высказал свое мнение, что все-таки второй номер сборной Венгрии несколько... Ну, по классу, наверное, на данный момент похуже, чем другие игроки этого амплуа сборной Венгрии. Ну, опять же, центр обороны, в данном случае Планета и Товизи, не лучшим образом сыграли. Да, тяжело, конечно. Мы видели нас только, да? Посмотри, говорят, нет, вот где-то в кадре. Вот только сейчас вбегает Товизи. А должна была быть поближе же. Да, соглашусь, я буду продолжать за этим следить, но мы хотя бы пока другие фамилии кореянок можем озвучить. Мяч забила Амсонг. Ну, Амсонг, она, да, бросала. Не знаю, почему, с чем связано, что опять руку поменяли кореянкой на 7-метровой. Вот два предыдущих Баласала. Ну, Амсонг бросила три в первом тайме, да, а потом право реализовать пенальти. Был, наверное, седьмым номером сборной Венгрии. Харон Йоак. А, нет, Юашин. А вот сейчас мы вновь девятого номера на 7-метровой отметке от выбора. Неожиданно в центре оказалась Хафра. Аня Велик тот этого, нет. Да, но у Хафра не успела замениться. Ну, там из Симонета Планета, да, нас замена не успевала там до своей центральной зоны дойти, чтобы этот мяч перекрыть. Ну, кореянки действительно, ну, немножко оживили игру. Ну, оживили. Возможно, как-то пришли в себя. Не знаю уж, с чем это связано. Такая активность в концовке встречи. Вамуш. Вочеворотов. Сейчас не заметил. Осталось Эстер тот на площадке или... Да, есть она на площадке. Она играет. Ну, вот не понравилось Владимиру Белойну, как играла в защите Петра Товизи. И вновь рядышком с Планетой мы видим Реку Бордыш. Ну, любопытно. В опорную ногу точно бросает кореянка с фланга. В этот момент лучше не придумаешь. Никого нет, никто не мешает. И бросок в ногу идет. 34-25. Ну, нет тех 11 мячей. Это самая максимальная разница. Да, хороша хав, а ничего не скажешь. И отдаст, и забьет. В этом матче, во всяком случае, наверное, лучший 45-й номер сборной Венгрии. Не в ничьи уже много забросил. Ну, и как соавтор голов тоже поучаствовал не один раз. Я имею в виду как раз точные голевые передачи. Мене четырех минут играть уже сейчас приблизительно три будут кореянки. Тут венгерки уже так... Ну, вот сейчас говорили они, по-моему, нет. Ты не следил за этим? Можно же было подсказать, что... Ну, мне, кстати, кажется, что 7-1 эта планета... Вот, кстати, удивительно эти два кадра, да, которые мы в ее крупном плане увидели, насколько действительно тяжело ей дается эта игра. Но, опять-таки, мы знаем о том, что, когда ты в защите говоришь, это тоже дополнительно много сил забирает у защитника. Может, физически не успевает. Но я говорю, вот в другом плане, я даже не знаю, чем это объяснить, потому что не разговаривать в центре невозможно. Там столько всего происходит за это время, и пока ты партнеру игрока не передашь. Ну, в данном случае, наверное, не она, а ЦНГ Фодор должна была подсказать, что там подрыв шланга пошел, и... Ну, она, в первую очередь, должна была сопровождать этого игрока, а не надеяться на других гомболистов. Хафра. Нет, после пробежки. Атака на грани двухминутного удаления. Действовал восьмой номер консоли в этом эпизоде. Продолжается атака венгерской сборной. Одна из заключительных. Вамош по центру. Хафра. Бросок штанга. Спешит за мячом Сарох. Ну, картинка, кстати, по игре Хафра-то вырисовывается, как я, конкретно для вратарей, команд, которые будут против нее играть. Пока, да, ты обратил внимание, бросок, который был в середину ворот и вниз, для Хафра составляет сложность. Их она реализовать не может, ну и, собственно, можно сделать вывод. Знаешь, я бы не стал делать выводы, когда игрок свеж, да, когда он полный онстил, когда нет в мышцах молочной кислоты, она попадает здорово вверх. А когда легче же бросить вниз, правильно, чем попасть в верхние углы. Ну, вот, кстати, с позиции Хафра-среднего, ну, да, сложно очень попасть под шаг вниз. Ну, а она вот сейчас все свои голы сегодня забила, когда шла в прорезку, да, правильно? Ну, в львиную долю из этих голов. А вот чуть ли не один первый бросок шел где-то метров, наверное, нужно, может быть, поближе, там, с восьми, с восьми с половиной, да, пошел. Да и то, я думаю, что на поднятых руках арбитров, поэтому, ну... Не подготовленные, да? Да, я обращала внимание, не то, что неподготовленные, но нужно было бросать, она и бросила. Вот. А мне еще кажется, что здесь повлияло то, что у нее сегодня, что называется, летит. Ну, а вдруг... Вдруг и туда зайдет. Да, вдруг и туда пойдет. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, то, что это один из лидеров, вырисовывается сборной Венгрии, потому что не будем так далеко идущие выводы делать, это однозначно. Очень неплохо впечатление Вамош оставляет, она вроде бы менее заметна, чем Хафра. А вот то, что касается защиты, здесь опять же мы видим... Ну, сейчас удаление, по-моему, или нет? По-моему, удаление было в сборной Венгрии, нам его не титруют. Раз, два, три. Нет, шесть игроков. Мне показалось, что абортаж была наказана двухминутным штрафом. Ну, вот здесь нам очень ярко показывают этот момент. Там действительно практически снимала майку с линейной. Ну, мы судьи уже решили не удалять Товизи, нам ее крупным планом показывают. Значит, там не удаление, а просто произвел замену Владимира Головин. Ну, я думаю, что это заключительная атака сборной Южной Кореи. Хватили времени у Венгерок на ответное? Думаю, что нет. Остается совсем немного. Да, ну, эти комбинации прошут, что четыре проходят прошло у кореянок. Вот, кстати, да, этот момент действительно был хорош у кореянок. Когда я говорила о том, что да, комбинации нет, упустила этот момент. Действительно, это то, что у кореянок сегодня получалось хорошо. Ну, немного, на самом деле, в них получалось. В принципе, на наш взгляд, команда смотрелась намного лучше в первом тайне, нежели во втором. Венгерки, наоборот, ну, трудно сказать, когда они были лучше до перерыва или после. Наверное, команда просто стабильно сыграла. И это, в первую очередь, залог, наверное, успеха. Ну, и, конечно, в составе Венгерки, я думаю, что каждый матч определяет лучшего игрока. Я думаю, что, безусловно, это Наоми Хафрова. Да, но при этом, вот, обратите внимание, да, Сан...